Радиопередача предназначена для слушателей старше 12 лет. Друзья, всем привет! С вами программа «Большая перемена» и тема нашего сегодняшнего эфира «Зачем в стране айтишники?» Арина, вот ты сама вот как думаешь, кто такие айтишники? Я думаю, что айтишники – это в первую очередь программисты, в общем, люди, которые постоянно что-то делают в компьютерах и вообще, в принципе, связаны с информационными технологиями. Ну, я думаю, на все наши сегодняшние вопросы о столь актуальной в последнее время сфере деятельности расскажут наши гости. А в гостях у нас сегодня Андрей Атанов, директор философских, доктор, извините, философских наук, директор Института культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий и Александр Кратенко, главный инженер медиа-центра БГУ. А также ваши ведущие Александр Лесков и Арина Горбунова. Ну что? Начнем, наверное, с самого главного вопроса. Кто такие айтишники? Ну, давайте я как практик немножко расскажу, да, то есть раньше айтишниками считались программисты и системщики. На сегодня эта сфера, она расширилась и расширилась она очень сильно. То есть, да, наши технологии, они в мире с нами везде, да, мы ложимся спать с телефоном, мы просыпаемся, многие из нас носят смарт-часы. И даже у многих сейчас дома умные чайники, так называемые, да, которые знают, во сколько мы встаем, кипятят нам к этому времени воду. То есть технологии с нами везде. И вот этот термин айтишник, он очень сильно расширился туда, сейчас можно относить, как и инженера-электронщика, который собирает электронные устройства, потому что они тоже получили так называемые мозги, да, мышление. Они делают какие-то алгоритмы для нас полезные. И их относят к сфере информационным технологиям. Ремонтники, да, то есть отремонтировать смартфон нам тоже кто-то должен. Кто-то должен разбираться вот так же в технологиях. Вот, и, соответственно, не забываем про программистов, системных администраторов, людей, которые строят нам коммуникационные сети. Это же тоже все попадает в сферу айти. Вот, это довольно-таки большой сейчас пласт профессий. То есть айтишником сейчас практически кого угодно можно назвать, я правильно понимаю, кто работает в сфере информационной технологии? Я бы сказал так, что это инженера. Да, то есть любая инженерная специальность, она в первую очередь подразумевает под собой так или иначе отношение к информационным технологиям. Скажите, пожалуйста, как вот вы сами считаете, Андрей и Александр, почему сегодня так важна вот эта сфера информационных технологий? Почему она становится такой актуальной и продолжает? Ну, она, ну, как бы сказать поточнее, все-таки не сейчас актуальной стала, потому что этот тренд, который связан с развитием информационных технологий, он относится к концу 19 века. Если мы говорим, то есть человечество оказалось в такой ситуации, ну, это связано главным образом с западными странами, что выбора у нас особого нет. То есть мы стали работать с информацией как раз экстенсивной, а не интенсивной. То есть вот эти вариации, которые были связаны с тем, что мы решаем задачу железно-оптимальным путем, сейчас перестали, потеряли актуальность, потому что массив данных стал разрастаться, и поэтому в этом массиве данных может оказаться как верное решение, так и неверное решение, так решение вообще к этому не относящиеся. Поэтому если человек живет в информационном обществе, с одной стороны у него расширяются возможности, но с другой стороны к нему и предъявляются более жесткие требования, потому что во многообразии информации можно разобраться, только имея соответствующим образом выстроенный мозг, который не всегда дружит с машинной логикой. Отсюда и зачастую возникает вот эта проблема машинного интеллекта, искусственного интеллекта. То есть мы пытаемся, ну, паттерны в таком виде приблизить к человеческому пониманию, а там не всегда все человеческое. То есть технология – это технология, она создана достаточно узкой группой людей, и технология накладывается потом уже на психику человека. Поэтому возникают такие, ну, не совсем понятейные формы, а скорее в сознание самого человека включаются некие очаги раздражения, вокруг которых выстраивается окружающий мир. То есть мы не с реальностью имеем дело, а зачастую с симулированием для реальности. Или с созданием того, что к действительности вообще зачастую не имеет никакого отношения. С другой стороны, мы как раз через это можем зайти в действительность. То есть парадокс заключается в этом. Ну, я считаю, что все-таки для нас большой бонус, что мы живем в информационном обществе, ну, по крайней мере, появляется такая шикарная возможность в информационном плане обладать той информацией, которой, ну, я думаю, в 50-е, 60-е годы обладали только главы государства. Сейчас это стало доступным многим людям. Но вопрос, могут ли они обработать информацию – это другая история. То есть именно основной плюс в том, что информация, которая раньше была закрыта для определенной части населения, сейчас доступна для всех? Не так. Не совсем так? Не так. Давайте поподробнее. То есть дело не в информации, а в отзвуке, в следе, который оставляет эта информация. Если вы можете идти по следу, по этому информационному, то тогда да. Если вы этот след не чувствуете или у вас сознание соответствующим образом не организовано, вы можете оказаться рабом иллюзии. Вот слово об этом. Как, собственно, устроено в таком случае сознание IT-специалистов? IT-специалистов очень просто. Я по образованию экономист, поэтому 3,5 года мы изучали IT-технологии. И здесь еще один момент возникает такого плана. Если у тебя логики нет, то есть ты не можешь выдерживать вот эти операции, если то и последовательность действий, которая работает на уровне индукции, дедукции, анализа и синтеза, ты плохой программист. Но логика не всегда то, что связано с действительным положением вещей. Другой момент, который здесь существует, если мы говорим про логику, то наука, она зачастую нелогична, потому что надо заходить. Наука зачастую нелогична? Да, абсолютно правильно. Ну, новая теория появляется, отменяется же прежняя логика научного знания. То есть появляется теория, ну, скажем, квантовая механика. В школе изучали, то есть логика обычная человеческая, ее не выдерживает. Мы не можем определить положение, мы не можем определить энергию, мы не можем все это адекватно описать. Но, вместе с тем, у каждого из здесь присутствующих есть по сотовому телефону, который, в принципе, работает на основаниях квантовой механики. То есть математический аппарат для этого есть. Реального соответствия процессу, как это на самом деле выглядит, я даже близко этого описания не могу дать. То же самое не могут дать это описание люди, занимающиеся квантовой физикой. Но устройство есть. Вопрос, куда мы зашли с этим устройством, и с чем это будет связано. Вот тут уже интересно становится. Как это объяснить, да? Не объяснить, куда мы попали. Хорошо, спасибо. А, Александр, хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы думаете, как мыслит айтишник? Бытует такая шутка, что программисты думают, что все люди нормальные. Да, но эта нормальность, она заключается в том, что программисты думают алгоритмами. Да, то есть, чтобы создать программу для машины, ты должен четко понимать, шаг за шагом, куда идти. Человек – существо эмоциональное. Его в любой момент может выдернуть эмоции. И он может вильнуть влево-вправо. И вот когда большинство программистов писали программы раньше, сейчас немножко подход тоже изменился, потому что люди стали стараться работать с потребителем, а не просто «я придумал, я написал, я выпустил продукт». И была проблема в том, что для программиста это была понятная программа, которая хорошо работала. Садится за нее человек, и он не понимает логику, куда нажать на кнопочку, чтобы получить результат. Его приходилось обучать. И вот появилась вот эта шутка, что программист думает, что все люди нормальные. Ну, не хочу никого этим обидеть, но это просто вот разница мышлений, что человек эмоционален, машина нет. Машина лишена эмоций, она выполняет ровно то, что мы ей сказали. Она не может в какой-то момент передумать и сказать «нет, я вот хочу сделать по-своему, и мы пойдем другим путем». Скажите, пожалуйста, вот тогда в работе программиста и многих профессий, связанных со сферой информационных технологий, присутствует хотя бы какой-то элемент такой творческой деятельности? Ну, если вы говорите, что машина – это машина, она не может мыслить как-то эмоционально и так далее. Да, конечно, творчество там присутствует, оно присутствует практически на каждом этапе. То есть составить алгоритм – это тоже определенное творчество. То есть оно больше математическое творчество, его нельзя пощупать, на него нельзя посмотреть, на него нельзя полюбоваться. Но мы видим конечный результат. Но в процессе написания программы программисты тоже очень много обдумывают вариантов. Начиная от того, что большинство начинающих программистов пишут то, что первое пришло в голову. Но потом возникает ситуация – не хватает мощности компьютера. И появляется термин оптимизации. То есть он начинает перестраивать свой алгоритм, чтобы он тратил на это меньше ресурсов и работал быстрее. И это тоже творчество, да? Конечно, конечно. И опять же творчество заключается еще во многом от современной подходы программистов, с которыми сталкиваемся. Это изучение сферы. То есть прежде чем написать какой-то программный продукт, нужно изучить, для чего ты его пишешь. Или разрабатываешь электронное устройство, нужно тоже понять, кто с ним будет работать. Или это дядя Петя-сварщик, у которого огроменные руки, да? Или это хрупкая девушка, у которой маленькие пальчики, да? То есть это тоже все надо продумывать, это все надо предусматривать. И там тоже есть это творчество. Ну, так, ясненько. А я здесь так делаю. Было такое исследование людей, которые занимаются тонкой ручной работой. Оказалось, что владатели самых больших рук лучше всего справляются с тонкой работой. Да, как ни странно. То есть для типовых операций подходят маленькие ручки. Для творческого процесса нужна огромная рука, видимо, за счет того, что расширяется сфера тактильных ощущений. Интересно, прямо интересно. А вот у меня еще такой вопрос к Александру. У вас, как у главного инженера медиа-центра Байкальского государственного университета, есть свои обязанности, своя работа. И мне интересно, как, я думаю, и Александру тоже, какие у вас обязанности и что больше всего вам нравится в своей работе? В моей работе мне больше всего нравится неопределенность. То есть моя первоочередная задача, да, это следить за работой техники, если что-то идет не так, появляется какой-то сбой, нужно разобраться, найти причину и устранить. Так вот, опять же, к вопросу творчества, да, как найти эту причину. Она не всегда на поверхности, она бывает глубоко зарыта внутри техники, или это какая-то мелкая деталька, там переломился провод, где-то мы не видим этого, это надо найти. Вот, и да, настройка всего этого оборудования тоже влечет за собой определенные процессы. То есть вам нравятся такие вызовы, да, время от времени, которые случаются? Ну, вот просто про неопределенность, что-то вы говорите. Ну, смотрите, я когда входил в эту профессию, это далекий 2002 год, да, мы еще тогда особо не знали компьютеров, они только-только появлялись, именно я имею в виду в таком бытовом плане, как сейчас. То есть, да, они были на работах у людей, да, они были в машинных залах, да, то есть они были где-то, где они были нужны. Компьютер далеко был не в каждом доме, не в каждой квартире. То есть у нас была ситуация, что мы ходили в соседний подъезд поиграть в игрушки на компьютере, да, то есть, и, соответственно, это мы сейчас имеем интернет под рукой. Тогда, во-первых, интернет был сложно доступный, это было дорогое удовольствие. Во-вторых, информации в интернете было очень мало. В-третьих, да и по сей день это остается, вся документация на английском языке. То есть, соответственно, приходилось изучать английский, искать, где это почитать, потому что не было такого доступа к информации, как сейчас. Ну и, соответственно, не было доступа к оборудованию, да, то есть мы получали какие-то там короткие промежутки времени, чтобы посмотреть, заглянуть, пощупать. Ну, классно. Что я еще могу сказать? Соответственно, отсюда вот оно, вот эта вся история, что я всю свою профессиональную деятельность ищу. Ищу информацию, ищу неполадки, ищу новые технологии и так далее. Поиск новых возможностей, поиск всего. Ну, это... В общем, я не буду вас хвалить еще раз все. Не нужно, да. Ну, раз уж мы зашли, зашла речь про БГУ, давайте тогда, собственно, поговорим про образование. Мне вот интересно, чем отличается образование в сфере IT от образования в сфере других точных, скажем так, наук? И в чем, может быть, какие-то проблемы нашего сегодняшнего образования? Чего нам не хватает? Да, тем более, что у нас же в БГУ тоже есть образовательные программы, на которых студенты получают образование в сфере информационных технологий. Ну, здесь могу что сказать. Ну, наверное, если следовать нормальной логике, то я бы все-таки чуть-чуть школьную систему образования уже поменял. Потому что... Уже школьную систему? Школьную. Исключительно школьную, потому что базовые провалы идут именно в математической подготовке. Не надо... Если человек дружит с математикой, он подружится и с информационными технологиями. Обратный процесс практически невозможен. То есть программистом ты можешь быть, если ты математически одарен, или, по крайней мере, соответствующим уровнем знания обладаешь. Если этого нет, ты переходишь на автомате в режим пользователя. Поэтому вот это... Я не знаю, с чем связана специфика нашей средней школы, но когда несчастные дети, это по-другому я не скажу, изучают общество знания, например. То есть база предмета нет. Интеллект не развивается. Набор сведений, которые надо заучивать, не понимая то, о чем идет речь. Слушайте, это одно дело говорить про общество знания. Но вот именно конкретно про информационную, технологию, информатику. Думаете, у нас в школе такая большая беда? В школе образования... Нет, это не в информатике. Дело в базовых дисциплинах. То есть информатика, она строится вокруг специфического математического аппарата. Если этого аппарата нет, ты обречен на отставание. То есть сознание у тебя должно быть соответствующим образом, математическим знанием переформатировано, о чем Александр говорит. Если этого не случилось, доступа нет, по сути дела. И на высокие технологии рассчитывать невозможно. Изменения в этой сфере возможны только в том случае, если ты создаешь свою новую какую-то математическую школу с новым видением. Но если будет квантовый компьютер, то придется вообще-то для начала сделать математический аппарат, который позволит программировать в новой среде. Если этого не произойдет, будут гигантские проблемы. Университет каким образом наш конкретно решает все это? Во-первых, у нас закрывается весь уровень образования в информационной сфере. Это наличие бакалавриата есть по информационным системам. Информационные системы, собственно говоря, системы искусственного интеллекта и бизнес-информатика. По всем этим дисциплинам есть магистратура, в дополнение ко всему есть аспирантура и есть докторский совет по техническим наукам. То есть человек, попадая к нам, по сути дела, может стать доктором наук на выходе. Поэтому таких университетов в городе Иркутске и в Иркутской области просто нет такого уровня. Так, ну хорошо. То есть университет наш, Байкальский, предоставляет и может закрыть все пробелы школьного, скажем, образования. Не закроет. Ну, по крайней мере... И мы не закроем пробелы школьного образования. Поэтому многие, кто жаждет учиться на информационных технологиях, элементарно не справляются с программами. У нас очень большой отсев не потому, что там кто-то что-то, но базы нет. Просто потому, что нет базы? Просто базы нет, соответственно. Александр, чувствуешь, что-то хотите сказать? Есть еще одна сторона медали, да, то есть чтобы понимать, что такое информационная технология, в общем, да, это же не только программа, это не только математика, это еще и аппаратная составляющая. То есть информационные технологии не могут существовать без техники. И в школах этого не дают от слова совсем. То есть если мы раньше на информатике учили Word, Excel, мы так и учим Word, Excel. 20 лет прошло, ничего не изменилось. А технологии шагнули? Ну, там Excel другого года, там не 2012-го. Нет, тут сейчас ведутся, конечно, я там по своему хобби, так или иначе пересекаюсь со школами, сейчас вводят дополнительно там кружки, пытаются как-то это исправить, но все это пока успеха не приносит. То есть и школьный механизм, на мой взгляд, это просто тяжелая машина, которую очень сложно развернуть. То есть вот она как шла по старым рельсам, она так и идет. И вот сейчас пытаются ее повернуть. Сколько на это уйдет времени, неизвестно. Так, то есть давайте закрепим. Не хватает технической базы, достаточно хорошей аппаратуры и программ, которая работает. Нет, нет, дело не в этом. И теоретической базы. Главная теоретическая база. Можно на коленке быть великолепным программистом. Тебе устройство не нужно, по большому счету. Здесь появляется вот этот как раз, ну, имеющаяся технология, она человека привязывает к себе. Вот у нас у страны появился, вот как ни странно, шикарный шанс зайти в новое введение вот сложившихся технологических систем и укладов именно в информационной сфере. Благодаря санкциям, как ни странно. То есть мы либо воспользуемся этим окном возможностей и создадим свою собственную сферу, либо мы будем все-таки продолжать тенденцию, которая складывается в мире. Но есть такая вещь, протоколы технологические, они в декабре каждого года меняются. То есть если ты хочешь быть вот в присложившихся условиях специалистом в информационной сфере, каждый год ты должен менять протокол. В Москве у нас откат идет, если про Россию говорить. Этот протокол меняется раз в 3-4 года. По Иркутску это горизонт 5-6 лет. Мы хотим каждый год новое протокол выводить при инкстенсивном основании всех этих процессов и технологических укладов, которые связаны с другими странами. Большой вопрос. Поэтому если мы хотим заглянуть в будущее, как ни странно, нужно сохранить, но в этом сохранении зайти в то изменение, которое позволит по-новому взглянуть на окружающую действительность, в том числе в информационной сфере, сработать на опережение. Но обратите внимание, дела прошлые, но Россия при всех ее математических школах, я не знаю, с чем это было связано, была полностью исключена из разработки современных игр. Но это же показатель. А игры быстро продаются, игры создают соответствующее пространство, которое не всегда связано с мощностью аппаратной связи и оснований, а оно в том числе может быть связано с оптимизацией. Это другая совершенно история. А у нас этого и не было. То есть страна была по каким-то причинам исключена из этого. Сейчас мы то, что имеем, то и имеем. И варианты возникают чуть-чуть другого плана. Что мы хотим и как мы это увидим? А мы можем это сделать? Вот большой вопрос. Прекрасный вопрос. Надо подумать, что мы хотим и что мы увидим. Я бы еще добавил, к чему мы пришли. Вот такой вопрос, который вы вначале предложили. Нет, тут другой момент. Мы видим, обратите внимание, только то, на что направлено наше внимание. Если это внимание у нас не концентрируется, то фокус нашего видения и фокус нашего мышления оказывается плавающим. Мы не знаем, о чем сказать. Вот я начинаю формулировать какие-то мысли, мне кто-то нравится. Но трезвая история заключается в том, что ты все-таки внятно должен даже про это нравиться проговорить. Если ты находишься либо в своих каких-то субъективных переживаниях из раннего детства, либо ты объективно описываешь человека. Это две больших разницы. Либо ты копаешься в себе, создаешь там гигантские проблемы для себя и вкладишь свою собственную неадекватность. Либо ты все-таки взаимодействуешь с МИДом, и тогда у тебя мышление по неволе становится понятийным. Я так понимаю, вот к такому мыслительному, к такому образу мышления должен приходить настоящий айтишник, да и, наверное, каждый человек. Каждый человек? Друзья, серьезная тема была поднята, действительно заставляет задуматься. Но, к сожалению, у нас время разговора, да, у нас время разговора подходит к концу. Напомню, кто у нас сегодня был в гостях. Сегодня у нас были в гостях Андрей Атанов, директор философ... Директор института... И директор, и доктор. И директор, и доктор. Доктор философских наук и директор института культуры, социальных коммуникаций и информационных технологий, а также Александр Кратенко, главный инженер медиа-центра Байкальского государственного университета. Большое спасибо за сегодняшний разговор. Обязательно приходите к нам еще. Очень хочется, правда, поболтать по поводу IT-сферы, побольше порассуждать, потому что одной программы, я думаю, будет мало. Друзья, смотрите нас. Большое спасибо, еще услышимся. До свидания. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok